Дизайнер Дизайнер. Человек искусства, а искусство вдохновения, которое может настигнуть дизайнера даже в таком месте как туалетная комната. Конечно, у себя дома вы вряд ли позволите воплотить в жизнь слишком скользкие и провокационные идеи по дизайну интерьера туалетной комнаты, а вот в общественных местах, возможно, кто-нибудь и захочет взглянуть, что же из этого может получиться. Золотой туалет Этот туалет в Гонконге сделан из чистого золота, а только один унитаз стоит 3 миллиона долларов. Чтобы не поцарапать золотой пол, вам придется надеть бахилы. Около 3 тонн золота, 50 миллионов долларов и 5 лет кропотливой работы 300 человек. Это статистика самого роскошного туалета в нашем обзоре. Еще более удивительно то, что этот туалет-люкс выставочная комната для показа ювелирных украшений в Гонконге. Глава компании Хэнк Фун Клам Сэй Вин и швейцарская часовая компания Свисхорн решили сделать целый дворец площадью в 7000 квадратных футов, чтобы похвастаться своим мастерством и поспособствовать развитию туризма в Гонконге. Они назвали его Золотой дворец Свисхорн, и там действительно все сделано из чистого золота. Стоимость его аренды на одну ночь составит 25 тысяч долларов. Создается впечатление, что создатели запустили внутрь Мидоса и заставили его притронуться ко всему внутри, в том числе и к туалетным принадлежностям. 14-ти каратный унитаз, зеркала из отполированного золота. В этом туалете сложно будет найти хоть одну несверкающую деталь. Не хотите платить 25 тысяч? Тогда за 3 доллара можете совершить обзорную экскурсию по особняку. При таких ценах особняк окупит свои вложения всего лишь через 399 лет, а счет пошел. Зеркальный туалет В Лондоне архитектор Моника Бонвичини создала односторонний зеркальный туалет, так что можно скоротать время за этим делом, разглядывая прохожих. Венецианский дизайнер Моника Бонвичини хочет заставить нас поверить, что ее кочующая инсталляция, названная «Не теряй ни секунды», это комментарий на нежелание поклонников искусства терять драгоценные секунды просмотра выставки. Может быть, но для нас, как и для любого проходящего по улице человека, это выглядит как зеркальная серебряная коробка. Но когда вы внутри, вы можете увидеть, что творится в мире сквозь прозрачное стекло. Мы не удивимся, если все то время, пока вы проведете в этой кабинке, вы будете молиться, чтобы одностороннее зеркало действительно работало. Особо стеснительным придется выбрать более традиционные способы справить нужду, например, в ближайшем ресторане. Но если вы увидите гигантскую серебряную коробку в общественном месте, покажите на нее пальцем и громко засмейтесь. Это будет очень жестокая шутка по отношению к тому, кто внутри. Японский туалет Всем известно, что японцы без ума от видеоигр. Теперь они есть даже в туалетах. Причем игр на выбор несколько, но всех их объединяет одно. Вы управляете своей строей мочи. Например, в игре Graffiti Eraser вы смываете граффити со стен с помощью своей мочи. А в игре The North Wind and The Sun and Me пар от мочи позволяет вам поднять юбку девушки. Таким образом, чем сильнее напор, тем больше поднимется юбка. Перед тем, как заняться делом, игроку предлагается выбрать одну из мини-игр. Управляют ходом игры струей, сами понимаете чего. На дне писсуара расположены сенсоры, с помощью которых определяется меткость, мишень-синенькая метка, попадание и напор струи. В конце каждой игры вам обязательно сообщат, сколько миллилитров вы из себя выжили. Все свои достижения можно сбросить на флешку и предъявить потом друзьям. Так сказать, помериться струями. Уличные туалеты Амстердама Говорят, что в столице Нидерландов, Амстердаме, очень благодушный и открытый народ. Если кто-то считает иначе, предлагаем взглянуть на открытые кабинки, установленные на улицах города. Да, правильно, это туалеты. Кто сказал, что для того, чтобы исправить малую нужду, мужчине необходимо уединение? Оставим предрассудки, как оставили их те, кто устанавливал подобные туалетные кабинки. Вообще, такое вот неожиданное решение одного из самых древних, но насущных и периодически возникающих вопросов отлично подошло бы тем, кто иногда на улицах наших городов путает стены домов и столбы с отхожим местом. Позвольте, а что же делать дамам? Похоже на то, что решение данного вопроса пока находится в стадии разработки. Ледяной туалет Каковы требования, которые обычно человек предъявляет к туалету? Если, конечно, мечтой вашей жизни не является золотой унитаз, то у всех людей более-менее стандартные требования к туалетной комнате и к унитазу в частности. Должно быть тепло, сухо и удобно. Да, и неплохо было бы, чтобы рядом оказалась интересная газетенка, чтобы время прошло с толком. Однако в данной туалетной комнате свежая пресса вам явно не понадобится. Если, конечно, вы не хотите, чтобы вас потом отдирали от седалища, отогревая его при помощи паяльной лампы. Воспользоваться подобным экзотическим аксессуаром изо льда вам придется в том случае, если вы решите остановиться в уникальном ледяном отеле, который каждый год выстраивают в одном из городков Швеции. Основная прелесть этого туалета заключается в том, что перед ним никогда не бывает очередей, так как вряд ли кто-то будет занимать его надолго. Субтитры создавал DimaTorzok